Здравствуйте, уважаемые друзья, зрители YouTube-канала «Дель Европа онлайн». У меня в гостях Константин Танч Боровой, известный общественный деятель, политик и пониматель. Здравствуйте, Константин Танч. Здравствуйте, Михаил. Ваши впечатления о дебатах, Константин Танч, первые впечатления? Знаете, я попытался изобразить такого независимого наблюдателя, который на самом деле принимать решение будет по поводу голосования в колеблющихся штатах. Но у меня ощущение такое, что они не получили какую-то информацию о преимуществе того или иного кандидата. Так что вот эта позиция, знаете, табула раса, чистого листа бумаги, она привела к убеждению, что, в общем, почти никак не повлияло, не повлияли эти дебаты на решение вот этих колеблющихся избирателей. Тем более, что я не очень уверен, что они внимательно следили за этими дебатами. Люди в Соединенных Штатах не очень политизированы. Особенно вот эта большая группа неопределившихся тех, кто не интересуется политикой. Там же ведь различия, то, что сейчас пытаются журналисты определить, диагностировать, ну, различия минимальные. Ну, вот язык тела, там реакции Трампа и Харрис обсуждаются больше всего, знаете, вот этот момент, когда она подошла, протянула руку и поздоровалась. Это новый момент в отношениях между демократической партией и республиканской. Он, безусловно, демонстративный, потому что судебные процессы продолжаются над Трампом, которые подогревают, подталкивают демократы. Еще один момент очень важный. Трамп сражается, или республиканцы, не только с демократической партией. Он продолжает сражаться с пропагандистской кампанией. Журналисты, которые проводили эти дебаты, ну, явно демонстрировали одностороннюю, так сказать, ориентацию на Камалу Харрис. То есть, ведущий не просто задавал вопросы, а позволил себе комментировать несколько раз. И, естественно, не Камалу Харрис, а именно Трампа. Но это такой старый элемент. Пропагандистская кампания никогда не выключалась. В 2017-м, 2018-м году, в 2020-м она была агрессивной, и охват средств массовой информации был значительным. Сейчас ситуация немного изменилась. Охват меньше, пропагандистская кампания пожиже. Вот, но, скажем, сразу после дебатов, вот этот вот мем с кошечками и с гусями, которых едят нелегальные мигранты, он уже демотиватор. Это даже не мем, это мемом его называют сторонники Харрис. Демотиватор. Ну, вот он уже пошел в жизнь. Константин Танчо, у вас не сложилось впечатление о том, что, скажем, вот о Трампе ждали безоговорочную победу над Харрисом, считывая то, что Трамп дебютирует уже, наверное, в седьмой раз, а Харрис всего лишь первый. И Трамп за это время дал, ну, просто многочисленные интервью, в то время как Харрис все время отмалчивалась. Не кажется ли вам, что, вот, скажем, не сбылись те ожидания, которые, ну, скажем, на которые был расчет, да, у тех, кто поддерживает Трампа? Ну, я повторюсь, Михаил, мы с вами анализируем реакцию не социологическую, так сказать, аудиторию, мы анализируем реакцию пропагандистской кампании в основном. Безусловно, Трамп более опытный политик. Содержательно, если это анализировать, это никто не анализирует сейчас, потому что это по многим причинам невыгодная демократическая партия. Содержательно, если анализировать это, Трамп выступал как политик серьезный, политик с огромным опытом, а Харрис, ну, девочка без базы, без достаточного образования. Вот на многие вопросы ей приходилось там уворачиваться, не потому что они были неудобными, а потому что она не знала правильного ответа. И главное, демократическая партия, социалисты этого главного ответа не знают, не могут произнести, понимаете? То есть, если бы вдруг они говорили то, что есть на самом деле, понимаете, без вот этой пропагандистской составляющей, которая присутствовала, естественно, они же боролись за голоса избирателей, вот то мы бы услышали от Харрис, ну, очень неприятные сведения, информацию, которая ее просто бы смыла из избирательной кампании. А Трамп говорил бы то же самое, потому что это концепция, понимаете, концепция традиционалистов, консерваторов, ну, ей 200 лет, она не меняется. Концепция демократической партии, тем более, что это, ну, вот новая, совсем новая концепция последних, там, скажем, последнего десятилетия. Вот, она очень необычна для Соединенных Штатов и, в общем, неприемлема. — Константин Иванович, мы с вами неоднократно говорили о том, что если бы Дональд Трамп был президентом, не было бы российской агрессии против Украины, и тут вы абсолютно правы, и не только вы, а те люди, которые об этом говорят. Ну, вот сегодня Дональд Трамп, я смотрел полностью дебаты, так же, как и вы, отвечая на вопрос по поводу Украины, вновь стал говорить о том, что он знает и, значит, Зеленского, знает и Путина, он позвонит одному другому, еще в статусе избранного президента, даже не принявшего присягу. Хэррис, она однозначно поддержала Украину. Трамп потом говорил про угрозу Третьей мировой войны и прочее. Критики считают, что Трамп должен был выступить и поддержать Украину. Например, сегодня вы знаете, что комитет разведки Сената во главе с республиканцем послал письмо в офис Байдена с вопросом, почему Украине дают бить по российским целям и почему не разрешают это дело партнерам? Почему оправдывают это тем, что Россия отвела все цели в зоне досягаемости американских ракет, в то же время, что это не так? Почему, на ваш взгляд, Трамп, по сути, даже отошел от риторики собственной республиканской партии? Во-первых, Михаил, ваше утверждение неверно. Вы говорите о том, что Харрис, безусловно, поддерживает Украину. Харрис, безусловно, на словах поддерживает Украину. Но на деле. Это не важно? Как не важно? Нет, Константин Танч, я вам объясню. Знаете, как есть выборы. Вы прекрасно это понимаете, как опытный политик. На выборах люди говорят все для того, чтобы прийти к власти. Мы знаем с вами, что демократы сделали очень мало для победы Украины. Но они постоянно говорят о том, что они за Украину. В то время как Байден, в то время как Трамп, вполне возможно, он за Украину. И он не допустил бы этой войны. Но он об этом не говорит, что он за Украину. Понимаете? Он постоянно занимает какую-то медианную позицию. Я об этом говорю. Просто информация, которую вы сообщаете, недостоверна. Вы говорите о том, что, безусловно, Харрис поддерживает Украину, а Трамп, его позиция не определена. Безусловно, Трамп поддерживает Украину и говорит о необходимости полноценной поддержки Украины. И, безусловно, Харрис, Байден играют с Украиной в кошки-мышки. Говорят о поддержке, а на деле не предоставляют оружие. Последнее время это просто катастрофа. Понимаете? Ну, даже если сравнить, ну, вот эту политику очень неверных союзников демократической партии по отношению к Израилю и Украине, ну, разница видна. Понимаете? Это позиция, ну, предательская совсем по отношению к Украине. Говорить в этих условиях, так, как делает это Зеленский, что это вот единственная надежда, а Трамп преде, беде, там, я не знаю, в общем, это участие в пропагандистской кампании. Значит, позиция Трампа очень простая. Эта война наносит ущерб. Европейскому Союзу, европейцам, Украине, на самом деле и России. Эту войну необходимо остановить. И необходимо реализовать концепцию нерушимости границ, безусловно. И необходимо решать этот вопрос не так, как он решается, там, с Грузии уже сколько, 20, там, не 20, 16 лет возвращается в соответствии с соглашением Медведева-Сарказии возвращается Южная Сеть. или Абхазия даже, это уже, давайте считать, 30 лет. Необходимо решать эти проблемы, не болтать на эту тему, не морочить голову людям, что любят, очень любят делать социалисты, коммунисты во всем мире. Вы что, не помните эту борьбу за мир, чтобы камня на камне не осталось? Борьба за мир во всем мире, где провоцировались военные конфликты, войны везде, в Африке, в Азии, в Латинской Америке, ну, в космосе даже, понимаете? Вот, это позиция социалистов. Ну, вот ее же, эту позицию и продвигают Байден, Харрис. Вот, рассчитывать на то, что они изменят эту позицию, ну, бессмысленно. Рассчитывать на то, что Трамп будет играть, танцевать под эту музыку, ну, тоже бессмысленно. Совершенно другая позиция, другие принципы, вот, принципы Рейгана, принципы традиционной Америки. Константинович, не кажется ли вам, что была ошибка, и все время в июне соглашаться на дебаты с Байденом? Ведь если бы, например, Байден остался кандидатом от демократов и прошли бы вот эти плановые первые выборы вот сейчас, вот в сентябре, то демократы уже ничего не смогли бы сделать. Они не смогли бы выбить Байдена из гонки. А на фоне Байдена, естественно, но там была однозначная победа Трампа. Это даже не смогли скрыть либеральные СМИ. Михаил, мы сегодня находимся под мощнейшим воздействием пропагандистской кампании, которая, безусловно, надувает рейтинг Камала Харрис, надувает. У Байдена были очень слабые позиции, даже по сравнению с Харрис. Но сегодняшнее преимущество, безусловно, Трампа компенсируется вот этой довольно сложно организованной пропагандистской кампании. Но это как с голосованием, в котором используются инструменты фальсификации. Мэти Трамп, кстати говоря, об этом говорил на дебатах с Харрис. Ну, можно, конечно, оценивать отношения граждан Соединенных Штатов к Трампу на основании вот этих фальшивых данных, которые являются результатом фальсификации, или на основании пропагандистской кампании. Но мы же с вами реалистично хотим оценивать. Если вычесть из сегодняшней ситуации пропагандистскую кампанию, у Камала Харрис нет никаких шансов победить на этих выборах. То есть, ну, надо бороться Трампу, безусловно, продолжать, и нам, сторонникам, так сказать, традиционной Америки, продолжать бороться. Реальных шансов у Камалы Харрис нет. Все эти заявления о ее победе, они не основаны на реальной оценке ситуации. Это элемент пропагандистской кампании. Элементом пропагандистской кампании вдруг стали и социологические опросы. Но это было всегда. Но мне казалось, вы знаете, в 2016 году, когда CNN сообщала, что у Хиллари Клинтон преимущество над Трампом во всех штатах 8% в среднем, я был поражен через несколько дней, когда выяснилось, что это фейк, пропагандистский фейк. Правильно я вас понимаю, Константин Тань, что, на ваш взгляд, освещение дебатов и то, как прошли дебаты в реальности, это, как говорят в Одессе, две большие разницы. И мы сейчас имеем дело с попыткой информационного воздействия на общество, чтобы общество восприняло не сами дебаты, а интерпретацию дебатов, которые дают либеральные СМИ. Конечно. Серьезный анализ дебатов, серьезный анализ аналитики должен был бы включать не демотиваторы, мемы и анализ языка тела, должен был бы включать программа, оценка программ, анализ, кто что предлагает, но этого нет совсем. Понимаете? Этого нет совсем, потому что Камала Харрис, демократическая партия, ничего не предлагает, кроме призыва голосовать за нее, кроме утверждения о том, что политическая и экономическая программа Камала Харрис поддерживает средний класс, в отличие от Трампа, который поддерживать собирается самых богатых. Но это обычный бред социалистов, которые апеллируют к, не знаю, незащищенной частью общества, говорят о своей доброте. Но вот даже этот, знаете, поддержка ЛГБТ-сообщества, но это же было и в Советском Союзе во время начала, так сказать, перед революцией, после революции, а потом закончилось судебными процессами против гомосексуалистов, закончилось там безумным ханжеством и словами, что в Советском Союзе секса нету. Это мы с вами должны понимать, что Трамп сражается не только с демократической партией, но и безумно коррумпированной информационной системой, которую коррумпировали те же самые демократы. С пропагандистской кампанией он сражается. Но вот наша надежда, связанная с возвращением Трампа в политику, связана еще и с тем, что это прекратится. Прекратится эта лживая социалистическая или даже коммунистическая пропагандистская кампания. Я, во всяком случае, наелся ей в Советском Союзе. Многие говорят о том, что современная демократическая партия – это коммунисты. Бернис Сандерс, например, известный демократ, бывший номинант кандидата демопартии 20-го года, он свой медовый месяц праздновал в Советском Союзе. Но надо было, конечно, я думаю, трижды подумать перед тем, как ехать в Советский Союз праздновать медовый месяц. Значит, сегодня вы слушали Хэрис и вновь раздать и поделить. Коммунизм? Ну, это позиция демократической партии и особенно левого крыла, которому принадлежит Камала Харрис. Недаром во время дебатов Трамп обратил на это внимание. Он сказал, что мы имеем дело с марксистом. Это сейчас никак не оценивается, не выделяется, но он произнес эту фразу, очень важно, что к власти в Соединенных Штатах пытается прийти дочь марксиста и демократической партии коммунист. Это очень опасно. Это означает, что если вдруг это произойдет, это может произойти. Может, могут произойти опять, как в 2020 году, фальсификации, серьезные, опять это ступенька Байдена, опять голосование к ламбищу, как тогда шутили в 2020 году. Все это может произойти, нелегальные иммигранты могут голосовать сейчас. И последнее предложение, которое, так сказать, принято в штыки демократической партии, последнее предложение Майка Джонсона, вообще республиканской партии, требовать от граждан, которые собираются голосовать, требовать от них доказательств того, что они граждане США, ну, мы с вами знаем результат этого голосования, 198 представителей конгрессменов демократической партии проголосовали против этого, против пяти, по-моему, вот, то есть демократическая партия социалисты хотят, чтобы эти выборы были фальсифицированы. Они, в общем, откровенно об этом заявляют. Им не важно, от кого получить поддержку, от граждан Соединенных Штатов или от нелегальных иммигрантов, которые готовы за деньги голосовать за кого угодно. Им главное победить. Ну, это ленинский принцип, там, неважно, какой ценой досталась победа, главная победа. И, придя к власти, используя демократические механизмы, на следующем этапе цель большевиков, коммунистов, социалистов эти демократические механизмы сломать, уничтожить и захватить власть навсегда. Катер Анатольевич, сегодня 23-я годовщина трагедии 11 сентября, которая произошла 11 сентября 2001 года. И косвенно кандидаты, конечно, коснулись этой трагедии, хотя ее не упоминали, коснулись в контексте вывода войск американских из Афганистана. В этом вспомнил Дональд Трамп, поскольку войска в Афганистан, они как раз попали после событий 11 сентября. Как вы считаете, почему, собственно, в американском обществе такая высокая толерантность к тому, как выходила американская армия из Афганистана, из Кабула? Ведь Трамп сегодня объяснял, что были совершенно другие договоренности, и если бы не такой вывод американских войск, который был покруче, чем из Сангона, из Вьетнама, возможно, не было бы российской агрессии против Украины? Но вы правы в том, что это была трагедия и преступление, о чем тоже говорил Трамп, ни один из генералов не был не то, что наказан, не был даже отставлен, ни один из генералов тех, кто реализовывал эту подготовленную, между прочим, Трампом операцию вывода американских войск, но реализованную демократической партией, реализованную так, что это закончилось трагедией смертью американских граждан и тех, кто поддерживал Соединенные Штаты в Афганистане, и речь идет о десятках тысяч людей. Вот это трагедия. Никто не наказан, но опять же мы имеем дело с освещением этих событий пропагандистской компании. Вот эта конкуренция, полноценная конкуренция информационных систем журналистов, но она в некоторый момент была остановлена демократической партией. Мы имеем дело не с информационной средой, а с пропагандистской компанией, что тоже очень опасно. Это фактически ведь граждане Соединенных Штатов находятся в информационном тумане, не в информационной среде, нормальной, полноценной, а в таком информационном тумане, который очень сильно коверкает досоверную информацию, тоже очень опасно, и тоже признак социалистов. Константинович, сейчас впереди не знаю, будут ли повторные дебаты, либо их не будет, пока Трамп не подтвердил свою готовность выйти на вторую тему дебату, но впереди нас ждут дебаты вице-президентов Running Mates, это Венс и Волтс. Что вы ждете от этих дебатов? Потому что говорят, что Венс как раз очень сильный дебатер, у него очень сильное образование, умение все-таки кондовать, чем Трамп. в силу возраста и прочее. Что вы ждете от этих дебатов? Насколько они будут играть важную роль в будущих результатах выборов? Мы с вами об этом говорили, Михаил, даже сегодня. Дебаты по существу укрепляют позицию сторонников, но не очень сильно влияют на позицию неопределившихся. То есть индепендентов? Да, неопределившихся ни НДП, ни независимых, а именно неопределившихся. Вот. И то, что касается, скажем, дебатов вице-президентов, ну, тоже это признак современности в Соединенных Штатах. Эти дебаты не о реальных событиях. это дебаты, доказательства своей правоты, что ли. Это споры, которые должны были бы убедить необходимости голосовать за того или иного кандидата. Это не конкуренция программ. Понимаете? Вот. Нам хотелось бы с вами, я в этом уверен, обсуждать программы кандидатов программы там Волс и Вэнса, Трампа и Харрис. Вот. Но вот эта ориентация на пропагандистскую кампанию признак последнего времени. Он микширует, закрывает для нас эту информацию, не позволяет понять, что на самом деле собираются делать кандидаты. Ну, нам необходимо делать отдельный там репортаж фактически, я сейчас это делаю, опасности мократов, опасности социалистов. Ну, вот, пропагандистская кампания, цензура, репрессия. Понимаете? Это один из там серий роликов, которые я сделал. Но о репрессиях Камал Харрис естественно ни на каких дебатах говорить не будет, и волц не будет говорить. Но репрессии уже есть. Это не то, что мы ожидаем в будущем. Это то, что уже есть. Уже полторы тысячи человек находятся в тюрьме за мнение, которое они высказали, так сказать, в ходе обсуждения результатов выборов. Огромное количество людей для них закрыты или были закрыты аккаунты, потому что их мнение не устраивало пропагандистскую кампанию, не устраивало социалистов. Финальный вопрос Константин, чем задам? Смотрите, сегодня несколько раз Харрис прерывало Трампа, говоря о том, что вы говорите о Байдене, где вы здесь видите Байдена, давайте говорить обо мне. Но Харрис это не кандидат, который идет на эти выборы с улицы, это действующий вице-президент, который по идее разделяет политику, которая проводилась с действующим президентом Джо Байденом. Как так удается, что по сути сейчас Харрис выступает с английского from scratch, то есть как будто до этого вообще ничего не было. Ну, это основная установка, которая безусловно действовала при подготовке дебатов и на дебатах. Камале Харрис необходимо отделиться от огромного количества ошибок и преступлений, которые совершала демократическая партия в предыдущий свой период. Она не хочет нести ответственность за эти действия. Она пытается убедить слушателей, что это к ней не имеет никакого отношения. Она говорит о том, что она будет, какие действия она будет предпринимать. Но страшно тушуются, когда Трамп спрашивает, а что же вы сейчас-то не принимаете эти действия? Ей нечего ответить на этот вопрос. По многим вопросам она могла бы уже сегодня принимать решения или попытки решения, но она этого не делает. Вся ее пропагандистская кампания, ну, это борьба за светлое будущего против мрака, капитализма, мрака, связанного с Трампом. Ну, лживая пропагандистская кампания в ее заявлениях, ее программах. Программа КПСС, изложенная на 20-м съезде Никиты Сергеевича Хрущеву, если вы помните, она заканчивалась словами, что нынешнее поколение советских людей будет жить при коммунизме. Правда, Никита Сергеевич разговаривал не на русском языке, а на суржике, поэтому он говорил нынешнее поколение советских людей. Но из этого же не следует, что мы с вами, нам с вами удалось пожить при коммунизме, при коммунистах. Это дезинформация, ложь, пропаганда. Недаром Тарапунько и Штепсель говорили, что самый простой способ наполнить холодильник подключить его к радиоточке, и тогда в холодильнике появится и мясо, и колбаса, и яйца, и молоко. Константинович, я вас благодарю за это интервью, оно получилось очень информативно. Пожалуйста, друзья, поставьте лайк, комментарий, шер, подпишитесь на канал Константиновича, на мой канал. Будем вам очень признательны. До новых встреч. Спасибо огромное, Константинович. Спасибо. Спасибо.